Now, except for Yom Kippur, what is the most important feast of the Jewish people? What is the most important? Hmm? Shabbat. Shabbat. You are a... how many said Shabbat? How many knew this? Who didn't know? This is right, Shabbat. Now, I'm going to tell you a little secret inside knowledge. What is the most important knowledge only for us? Some Christians say, they become enamored of Judaism, they become very, oh, Judaism, they become very excited about Judaism. И говорят, что христиане изменили календарь, и они празднуют не в тот день. О, эти испорченные христиане, они не в тот день празднуют. Кто из вас слышал такие слова? Слышали? Слышали? Но знаете ли что? В отношении праздников, раввины правильно говорят. Нет ни одного такого дня, который с небес. Знаете, почему? Почему? Почему раввины говорят, что дни праздника в соответствии с решением человека? Потому что дни праздника, празднования, они даны Богом. Это звучит очень радикально, как мы можем такое говорить? Ну, мы знаем Песах на 15-е число, день Ниссана, и также Пшавор, Песятница, 50 дней от первых плодов. И Роша Шана – первый Тишрия, Йом Кипур на 10-й день Тишрия, Суккот на 15-й день Тишрия, Шмини Атсерет на 23-й день Тишрия. Как они могут говорить, что праздники определяются людьми, а не Богом? Кто может ответить? Кто знает ответ? Почему раввины так говорят? Почему я говорю, что они правы? Кто-то знает ответ? Тишу-ва? Поднимите руку. Нет? Хорошо. Вот в чем проблема. Каждый год Земля вращается вокруг Солнца. Насколько дней требуется для того, чтобы вокруг Солнца? Три-сик-с-файв. Три-сик-с-файв. И что еще? Одна четверть. Каждый год, вот столько дней. Возникает проблема. В чем проблема? Сколько дней в месяцах? Сколько дней в месяцах? И сколько вообще уходит на лунный цикл дней? От нового месяца до полного месяца до 30 дней для луны. Поэтому 30 дней. Поскольку месяц Древнего Израиля состоял из 30 дней. Можно сказать, 360 дней — это 12 месяцев. Возникает проблема. Что сделали с этим в Западном мире? Добавили дни. 31, 30, 31, В различных месяцах различное количество дней сделали. В общем, сумма равнялась 365 дней, 12 месяцев, но различное количество дней в каждом месяце. Многие годы проходили сильные дебаты по поводу календаря. И все еще была проблема, поскольку было четверть дней. Так что каждый четвертый год добавлять нужно было дополнительный день. Каждые четыре года, один дополнительный день. Восокостный год. Вы имеете в виду дебаты. Обычно в феврале 20 дней, 29 дней, а не 28 дней. Вы все это знаете. Поэтому раввины говорят, нет в Библии ничего такого, чтобы мы получили ответ на этот вопрос. Добавлять ли нам по пять дней каждый год? Либо же за несколько лет добавлять просто один месяц? И как решили раввины распределять праздники? Просто добавлять полмесяца за несколько лет. Это было их решение человеческое. Человеческое решение, а не по откровению. И они добавили этот месяц. И поэтому с каждым разом праздники смещаются все позднее, позднее, позднее. Потом они добавляют месяц. И снова праздники возвращаются раньше, потом у нас появляется два месяца Адара. Поэтому, в принципе, настоящая дата праздника происходит по человеческому решению. Да, Песох, пятнадцатый день Ниссана. И Роша Шана первый день Тишри. Но когда начинается первый день Ниссана, первый день Тишри, в соответствии с Солнечным годом, все это зависит от того решения, которое принимает человек, как решить проблему конфликта месяцев и лет. Думали ли вы об этом раньше? Невозможно сказать, что христиане не в правильный день празднуют, поскольку они приняли другую систему, как примирить этот конфликт. Но раввины говорят, Шаббат не по человеческому решению, поскольку каждый седьмой день Шаббат, и в этом нет никакого человеческого решения решить, когда он должен быть. И что Шаббат переходит по Божественному откровению. Нет ни одного общества на Земле за пределами Израиля в древние дни, которые бы седьмой день посвящали бы отдыху. Это было библейское откровение. И не связано это с одним из... ну, не связано с исчислением в соответствии с Солнцем или Луной. Вы еще со мной? Есть вопросы по этой теме, по этой мысли, это новая мысль, новая идея. Но это удивительная мысль, и я думаю, абсолютно верно. Мы можем чему-то научиться от раввинов. Okay, now. The Sabbath has... The Sabbath has... Yes. You have a question? Question? Maybe we could keep on going, because they always have questions. Okay. I mean, let's keep on going. Leave it for... a little farther, and then we'll ask questions right after this. Then we'll ask questions right after this. Hold your question, write it down. Запишите вопрос. Okay? Okay? It's for your Hebrew class. Okay? That's your Hebrew class. иврита. В шаббате подразумевается сельскохозяйственное значение, не в соответствии с определенными сезонами, но в таком общем подходе к жизни и к обеспечению, жизнеобеспечению. Поскольку значение шаббата в том, что Бог наш обеспечитель, и что мы можем доверять Ему, если один день будет выходным, то тем не менее, Он все равно обеспечит все наши нужды. Мы были рабами в Египте, теперь мы освобождены для того, чтобы взять выходной и не работать постоянно. Поскольку основа экономики в древнем обществе, это сельскохозяйство, Бог обеспечит все наши нужды. Вы еще со мной? Теперь, и поэтому мы проходим этот класс сегодня. Ведь это не работа, это отдых. Раббины говорят, изучение Торы — это не работа, это отдых, покой. Я только перешел от сельскохозяйства. Суть в том, чтобы помнить исход из Египта как еженедельное воспоминание об исходе. У нас огромный исход весной, но мини-исходы каждый шаббат. Именно тогда. Вы помните, что вы были рабами в Египте, и Господь вывел вас, поэтому вы соблюдаете шаббат. И ваши рабы, рабыни, ослы, все отдыхают. Даже животные. Также вы помните Божию историю в творении. Субтитры создавал DimaTorzok Oh, I feel the opera calling. Субтитры создавал DimaTorzok Shabbat What did I just say? Что я сказал? Что я сказал только что? Я пел стих из Библии. Что я сказал? Кто-то понял что-то? God created the earth, the heaven blessed them. In six days the Lord made the heavens and the earth. And in the seventh He rested. Therefore, the children of Israel shall keep the Sabbath. It is a sign between me and the children of Israel. Now, this is part of an irrevocable gift and covenant that we have as Jews. И это часть непреложного призвания и дара, который есть у нас, как у евреев. Это исторический момент. В Яшуа Каково значение? Каково смысл? Он Господь Шаббата. И благодаря Ему мы входим в жизнь мира. Мы покоимся в Нем. Именно в Нем мы входим в Шаббат. Иоанна 5 Иоанна 6 Евреям 4 Они не смогли войти в покой из одной веры. Потому, убедитесь в том, что вы войдете в покой. И как Рави научат и указывают на это Библия День Шаббата – это знамение века Шаббатного. Седьмой миллениальный век. И век тысячелетний, век грядущий. И вы видите всевозможные вещи, когда вы наблюдаете за тем, как Еврея празднует Шаббат. Это удивительно. Помните, мы говорили о том, что есть свидетельство и ходатайство. И мы применяем это теперь к Шаббату и к Песоху. Мир говорит, что мы в этом мире оказались случайно. И что весь мир – это суповый горщик, такой горшок, кастрюля с супом. Это наш мир. И что в этом супе – пузыри. И он охлаждается. И аминокислоты из этого супа выходят. И потом некоторые из них соединяются вместе. И они формируются в протеин. И затем протеины соединяются. И они соединяются в клетку. И затем клетки соединяются вместе. И они образуют простейшие организмы в воде. И затем они преобразуются в рыбу. А потом из рыбы вырастают ноги. И у нас получаются амфибии. И затем из амфибий рептилии появляются. Рептилии. Присмыкающиеся. Наконец макопитающие. Макопитающие. И из макопитающего, наконец, человек получается. И это все просто само по себе происходит. Без какого-то дизайна, плана без Бога. А это в суп. Это очень глупо. И послушайте. В это верил коммунизм. Нужно быть настоящим дураком, чтобы верить в это. Что благодаря мутации и шансу, просто случайности это происходит. И знаете ли, что когда еврей отмечает шаббат, зажигаем свечи шпатни и говорим, Бог создал небо и землю. И противоречим этому. Также противоречим пантеизму. Той идеей, что два Бога боролись друг с друга, один выбил другому зубы, что этот зуб вылетел и образовалась Солнечная система. Вы этого не знали? Не изучали в школе? Ну, сказано, Бог создал небо и землю. Мы свидетельство этой истины. И на что указывает Песох? Что Бог не только создал небо и землю, но также Бог является Богом истории. И вот в этом измерение сущность ходатайства. Когда мы празднуем Песох, как евреи, и неевреи, присоединившиеся к нам, мы ходатайствуем за мир, чтобы мир вошел в свой покой. Мы молимся о том, чтобы настал век покоя. Еврейская жизнь – это ходатайство за то, что представлено уже. Вот образ. Мы в харизматичном мире. Вот ходатайство. Ой! Это ходатайство. Это хорошо. Я согласен. Но понимаете ли, что зажигание свечей – это та же ходатайство. Соблюдение шаббата – это также ходатайство за то, что изображено в этом. Это священнический акт. И в Песохе мы платим за все народы, чтобы у них произошел у всех исход. И чтобы они наслаждались своей обетованной землей. Поскольку у Бога есть наследие для каждого народа. И когда они позволяют и поддерживают евреям, чтобы евреи родились своим наследием, после этого они войдут в своем наследие. Посмотрите на этот израилопалестинский конфликт, то евреи несправедливые палестинцы. Плохие палестинцы относятся плохо к евреям. «Ты меня ударил! Нет, ты меня ударил! Нет, ты меня ударил!» Вот так мы живем на Ближнем Востоке. Но если бы арабы позволили нам, благословили нам, чтобы мы поселились в своей земле, тогда бы они увидели, что Бог дает им их землю обетованную. И видите ли, что Бог помещает нас в очень трудном месте. Если бы Бог просто призывал нас к жизнью наслаждения, как народ, то Он бы не давал нам Израиль между империями различными и между войнами, Он бы Новой Зеландию нам дал. Да? Далеко от всех. Вообще трудно у нас добраться. Окруженной водой. Далеко. Иногда мы евреи хотели бы, чтобы та обетованная земля была в Зеландии, но такого нет. Мы являемся как бы испытанием для мира. Испытанием в том, что позволит ли Бог нам овладеть своим наследием? Может ли Бог говорить о земле и о народе? Или же Бог остается молчаливым? О, Бог, ты можешь говорить о духовных вещах. Бог нечего сказать о политике, о международных отношениях, и это вообще ерунда. Почитайте Амоса, Захарию. Посмотрите, как много пророчества обращено к целым народам. Все это имеет отношение к ходатайству и свидетельству всему миру. Каждый праздник является ходатайственным. И когда мы приносим жертвы праздника, жертвоприношения на праздник в древние дни, то таким образом мы ходатайствуем за искупление мира. И здесь я завершу, и затем у нас будут вопросы. И помните, когда вы празднуете Шаббат, вы должны полноценно учитывать всю сути Шуа. И празднование Шаббата должен быть такой акцент, такая расстановка приоритетов. Сначала по этой теме, а потом по любой другой теме. По этой теме. День Шаббата, он относится к язычникам и к иудеям одинаково, чтобы исполнять этот день Божий. В предыдущем веке говорится в Исаии 65 или 66. Что от Шаббата до Шаббата и от новомесяча до новомесячения всякая плоть будет приходить на поклонение мне. Говорит ли это то, что люди по всему миру будут хвалить Бога, поклоняться? Либо же это Шаббат и новомесяча будут универсальны? Я не уверен, но такое ощущение, что Шаббат будет универсальным праздником. И, возможно, и другие праздники. Но они будут так отмечаться, чтобы это соответствовало тем культурам различных народов по всему миру. Они будут отмечать свое уникальное избавление от Бога. И вот в чем суть в этом веке. Нет никакого намека в Новом Завете. Чтобы язычники хранили Шаббаты, праздники. Я думаю, что в этом есть мудрость. Потому что те другие народы, у них даже не было такого счастливого времени, семидневная неделя. И у них не было выходного от их работодателя. Поэтому Бог позволит Церкви развить свой собственный способ, способы празднования, воспоминания. Но в предыдущем веке будет перемена. И мы не можем знать абсолютно все, на что это будет похоже. Если у человека выходной, и хотят взять шаббатный день для Господа, и отдыхать, и чтобы это был седьмой день, нет никакого запрета в этом. Это просто вопрос ведомства Духа Святого. Поэтому для язычников единственное правило быть ведомым Духом Святым. Но для евреев у нас лежит ответственность Завета. Хорошо. Хорошо. Как бы шаббат есть и праздник Господний, и плюс еще и заповедь. Почему в большинстве случаев христиан, в вашем понимании, игнорируют эту заповедь? Это заповедь в контексте Завета с еврейским народом. Исход 20. Еврейский Завет, Завет с евреями. И еврейская община. И также христианская община. И те и другие видели, что заповедь седьмого дня, шаббата, она универсальна и не требуется от всех людей. И по мере развития христианской истории, истории христианства, из-за той важности, которая делалась акцент на празднование Дня Воскресения, что вполне вероятно до первой день недели, воскресенье. Христианство развило это празднование в воскресенье. И потом только воскресенье они окрасили в шаббатном окрасе. Я не думаю, что это неправильно. Но неправильно отвергать продолжительность существования шаббата как заветный день Бога с евреями. Еще хочу добавить. Это важно. В католическом катехизисе, в новом, говорится, шаббатный день — это седьмой день. От него не избавлялись никогда. Его не замещали. И евреи поступают правильно, когда отмечают этот шаббат, потому что это часть их завета с Богом. Но христиане по законным образом отмечают воскресенье как день воскресенья Ишуа. Я думаю, что это верно. И, конечно, причина, по которой в катехизисе это сказано, потому что римнокатолическая церковь отвергла теорию замещения и в своей официальной доктрине они учат, что еврейский народ все еще является Божьим избранным народом. Это очень удивительно, не так ли? Окей. Да. Вы сказали, что шаббатный день — это седьмой день. Тогда, если мы возвратимся к началу сотворения, и Бог благословил седьмой день, осветил его и почил от всех дел своих, тогда можно предположить, что до греха падения и не ошибаться, соблюдался в Адемском саду так же. Это седьмой день. То, что Бог сказал, что воспоминайте, пускай будут воспоминания в этот день, чтобы все видели этот народ, который так поступает, чтобы все народы вспомнили о сотворении Богом, когда они посмотрят на евреев. Как я думаю, что в грядущем веке вполне вероятно, что это будет универсально. Другие вопросы. Все ли верующие в Ешуа обязаны отмечать праздники Господние? Все ли верующие праздники? Все ли верующие праздники? Нет, я не хочу внимания на еврейские праздники. Я хочу внимания на праздники Господни. Все, что Он заповедил. Все, что он заповедил. А, should all Christians follow and celebrate all the Lord's holidays, all the Lord's feasts, Leviticus 23? Нет. Могут ли они? Да. Я думаю, что хорошо, чтобы были церковные праздники в определенные времена, сезоны. Например, осенью, что церковь вспоминает о евреях. И церковь учит по теме Роша Шана, Йом Кипур, Суккот. Или также в течение недели какое-то межцерковное празднование. Но нет никаких указаний и требований того, чтобы соблюдать эти шабаты и праздники. И это очень ясно видно в Колоссяном 2-й главе. Свобода по этому вопросу. Другие вопросы. А теперь любые вопросы, любая тема. Любая тема. Таблица Менделеева была дана Богом совершенно на землю. Точные химические элементы. Все уже на них строится дальше. Точно так же и календарь, я думаю, мог Бог дать точный и совершенный. А разница в календарях, разница в католическом Рождестве и православном. Разница между саддукиями и фарисеями. То есть ваше мнение, почему Бог допустил такой момент, не дал точного календаря. Просто мнение. Таблица Менделеева была дана Богом точно. И если мы сравниваем это с календарями, то мы видим эту неправильность в календарях. Это невероятно. Бог смотрел на историю, и ему понравилась его жена, тело верующих. И он решил сделать месяц и месяц не так же. Потому что он так радовался с его женой, что он сделал ошибку. А, это ошибка. Ему так понравилось. Он влюбился в свою жену, тело Христово, невесту. Так что он, короче, ошибку сделал в это. И у него получились разные годы, разные месяцы. Вы знаете, когда я влюбился, я много ошибок делал. Я отвлекался. Я думаю, что Бог оставляет целые сферы жизни на человеческое осмотрение решения. Ему нравится передавать такую ответственность человеку. И он не хочет, чтобы уже давать готовое решение. Вот что я могу сказать. Ну, это интересно. Смешно просто. 360, 365. Может, после грехопадения земля затормозила. Бог затормозил. Хорошо. Кто-то еще. Хорошо. Да, мне вас затормозили, и земля-то затормозила. Бог затормозил. Он прочтет Исаия 56-ю главу, и тогда я задам вопрос. Все что? Да. Она коротенькая. Она коротенькая. Не, зачем? Может, ты сначала... Может, она, наверное, изглубь знает. Какая глава Исаия? Исаия... He wants to find another convert. I don't even need to know. The stranger among you will be counted as one of you. Right? Is that the passage? No, it's Isaiah 56. Yes, the stranger will be counted of the foreigner who is counted as one of you. But you're quoting not Isaiah. Huh? You don't quote Isaiah right now. No, I'm just saying I know already before you tell me what he's going to say. He wants you to read the whole chapter Isaiah 56. Yes. 56. Okay. Let me say something about it. Что я могу сказать по этому поводу? Библия говорит, что есть язычники, не евреи, которые призваны к евреям. Они живут среди евреев. И им дано наследие среди евреев. Так что они причислены к еврейскому народу. Ну, конечно, это не значит, что они обращаются к евреям. Но все равно они полностью включены в еврейское общество. Я согласен. Но это очень отличается от обращения в евреизм в наше время. Поскольку здесь говорится о грядущем веке. И о том, чтобы почтить определенных не евреев, которые особенным образом посвятили свою жизнь евреям. И я ожидаю, что это произойдет. Но это отличается, что до грядущего века. Правило Павла в церквях было для нашего века, для того века, в котором мы живем до пришествия Мессии. В тысячелетнем царстве Бог даст особое место язычникам, которые привезли себя в жертву, дали себя евреям. Вот как я это вижу. Если почитать все описание, весь контекст, там говорится о тысячелетии. Мир. Народы придут к познанию Бога. Тут говорится о том, что тот, кто будет делать это сейчас, тот устроится лучшего имени веке. Стих. В принципе, здесь говорится о перемене закона. Поскольку там говорится о евнухах. Кто такие евнухи? Евнух. Им не позволялось входить в храм. И Бог говорит, что в том веке евнухи, которые отдали свою жизнь Богу, не будут исключены, но у них будет особенное место. Видите ли, что есть перемена. Стих. Первый стих. Так говорит Господь. Сохраняйте суд, делайте правду. И по спасению мое скоро придет. Справедливость моя проявится. В частности человек, делающий это, из-за человеческих держащихся, соблюдающихся блату, не оскоряя берегающую руку. Идет речь о грядущем спасении, и о том, что человек соблюдает сейчас. It's talking about present salvation, ибо близкое спасение мое откровение правды моим. Бладожен муж, который соблюдает, держится этого, хранит субботу, оскорнение, оберегает руку свою, чтобы сделать никакого зла. So it's talking about that this person is skipping Sabbath right now, and that he will be rewarded in the age to come. And it's 56, 1, 2. Анило Хошев. Биглал. I don't think so because. Я не думаю так, потому что здесь говорится, о восстановлении храма. И восстановление храма — это относится к тысячеливому царству. О чем здесь говорится? Это место в Божьем храме, которое дано евнуху. Вот этот контекст. И также особенное место дано иноземцам, иноплеменникам, которые прилепятся к Господу. И, конечно же, это правда, что это произошло с иноплеменниками и до времен Ишуа. И иноплеменники, которые обращались в иудаизм. Но полнота этого, если посмотреть Исаия 55 главу, когда все народы придут к познанию Господа, и другие главы в конце Исаии, и надежды искупления всего мира. Когда мы видим, что евнухам дано особенное место в стенах храма. И даже раввинистический иудаизм в конечном счете рассматривает это как то, что произойдет в тысячелетии. И также о собрании изгнанников и последнем собрании. Другие вопросы. Другие. Меня интересует в Откровении 7 главе говорится об двенадцати коленах Израилев. Но там отсутствует колено Дана. Иаков благословлял своих сыновей, и там было это колено. Что же он такого сделал, что его там нету? Вот меня интересует. The point is that in Revelation 7 that there is a description of all the tribes, all tribes of Israel which will be up there in heaven. And I don't see the tribe of Dan, but because he was blessed by his father Jacob, in Genesis, but he disappeared in Revelation. Where is his gun? What's wrong he's done? I know. But he disappeared. Во-первых, во-первых, меня зовут Дан, и в первой половине моей жизни я был очень плохим. Но я не думаю, что в этом причина. Но я не думаю, что в этом причина. Но по-любому. Есть такая еврейская традиция, которая основывается на библейских стихах, Дан был самым согрешающим коленом. И хотя они были благословены на прежение истории Израиля, все равно они были теми первыми, которые жертвенники дали опоконство в Израиле. Еще когда в книге судей это было. И поэтому самое лучшее толкование то, что исключение Дана символизирует исключение всех тех, которые ведут нас к идолопоклонству. Поэтому Дана нет в том списке. Даже если будет перечисление всех двенадцати, либо вы исключите Дана, либо же включите Манаса и Ефрем как одно колено. И в отношении седьмой главы Откровения интересно, я верю, это в отношении еврейского народа. И как мы видим, что люди спасенные будут из каждого колена каждого народа. Еще один вопрос, и потом пойдете домой. Да. Я хотела бы уточнить, так как говорят, что женщины слабейшие сосуды. Немощные. Да, немощные. Я хотела бы, конечно, уточнить, они могут занимать в церкви, конечно, я не стремлюсь к каким-то властям, но я хотела бы спросить зам, они могут быть евангелистами, помощниками служителей? Нет, не лидерами, помощниками. Потому что я в Библии вижу, что только они помогали какими-то приношениями, молитвами. Но я не видела просто в слове, не читала что. Хотела бы уточнить, да. Это очень хорошая вопрос. Это очень хорошая вопрос. Очень, да. Она говорит, что мы имеем вещество, как женщины, и мы не можем быть... Я не претендую быть лидерами, но мы можем быть лидерами, 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 и так далее. Потому что я не видел таких примеров в Библии. Потому что женщины, которые были в Библии, они обращали пророчества, службу и так далее. Пророчество. Пророчество. Но я сказал, что пророчество. Пророчество. Вначале я скажу это. Я смотрю на это. Мой взгляд не очень консервативный в отношении того, что женщины не могут заниматься служением. И также это не очень радикальный, свободный взгляд, что женщины могут абсолютно любую позицию у руководителя заниматься. в теле Христовом, поскольку женщина разрешается публично пророчествовать. Общее публичное служение. Проповедь. Учение. Наставление. Дано женщинам. Как и все другое. Но управление как лидеров дано мужчинам. И также ученичество мужчин дано мужчинам. Я расскажу вам смешную историю. Когда я был молодым проповедником, мне было двадцать лет где-то. было много людей, которые нуждались в освобождении от демонов. И я не знал, что в этом проблема. Они принимали наркотики, медикаменты, психиатроп, психотропные. А я душепобличительством занимался с ними. Это было так трудно. И был один родитель шизофреника, который посещал церковь, где практиковали изгнание бесов. И они побудили меня пойти туда. Я не хотел туда идти. Но я пошел. Я научился изгонять бесов. И многие из них были освобождены от демонов в нашей общине. Это было удивительно. Это было тридцать пять лет назад. И та церковь, у которой мы научились этому, у нее был очень консервативный взгляд на то, чем должны заниматься женщины. И у них был полный перечень всех демонов. Вы видели такой перечень? Длинный-длинный перечень. И один из демонов на перечне демон женщины-проповедника назывался. Поэтому такого демона они сгоняли из бесов. Из женщин. То есть женщина, которая проповедует. И как я сказала моей жене вчера. Мы так никогда не смогли из тебя выгнать этого демона. Из моей жены. Она хороший проповедник. И вы услышите ее на этой неделе.